В этом году исполняется 20 лет Нерюнгринскому центру обслуживания воздушного движения, который предназначен для обеспечения регулярности, безопасности и экономичности воздушных сообщений как на внутренних российских, так и на международных перевозках. Географический центр располагается в аэропорту города Нерюнгри, а район ответственности выходит за пределы Южной Якутии. Подробнее об этой службе расскажет Виктория Харитонова. В 1926 году в Южной Якутии на слиянии ручья Лакучакит и реки Чульман началось строительство поселка Утесный, который был переименован в Чульман. Сегодня главной достопримечательностью этого поселка является аэропорт, над небом которого ежедневно проходит около 200 самолетов. По мере освоения геологами южно-якутской земли появилась необходимость создания воздушной связи для поставки различного оборудования и рабочих кадров. Так, в 1961 году по инициативе комплексной экспедиции началось строительство грунтовой взлетно-посадочной полосы, а уже в следующем году формирование служб аэропорта, в том числе и службы движения. Паршруты, которые пролегают через нашу контролируемую зону, через зону ответственности, это воздушные трассы, местные воздушные линии, в которые входят порядка 10-12 международных воздушных трасс, ну и примерно такое же количество внутренних воздушных трасс. Площадь, контролируемая нами воздушного пространства, порядка 340 тысяч квадратных километров. Обслуживание воздушной связи – это сложное предприятие, состоящее из нескольких объектов в самом центре и на удаленном расстоянии. За один только календарный год центр обслуживает более 20 тысяч воздушных судов. Сегодня по всему центру продолжается модернизация рабочего оборудования, что существенно упрощает работу и обеспечивает высокоточные показатели. Но без человеческого фактора все равно не обойтись. Сегодня наравне с современным оборудованием здесь работает оборудование 1987 года. Старое оборудование шло по линиям связи, то есть по обычным медным линиям. В данном случае здесь идет пакетная информация, то есть при помощи уже сетевых адресов, IP-адресов, MAC-адресов. За годы своего существования предприятие пережило много трудностей и перемен. Для создания комфортных условий труда со временем были оборудованы помещения для изучения английского языка и повышения квалификации дистанционно. Из 152 работников многие работают более 30 лет и награждены отличительными знаками. Я надеюсь, что вместе мы еще проработаем не один год. И хотелось бы пожелать профессионального мастерства, отличного здоровья. На вопрос, чем привлекательна эта профессия, несомненно, можно услышать романтикой. Но самое главное, пожалуй, это обеспечение безопасности полетов. Ведь именно от указания направления движения самолетов в воздушном пространстве зависят человеческие жизни. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингри.